всем привет ребят ну что записал я видос и случайно зашел в группу castle clash думаю вчера все видели стримец чему он посвященный и сегодня собственно я вам об этом расскажу покажу потому что уже надоело вот из-за чего я начал вообще снимать битву замков из-за роли нуба почему я его так назвал прозвал и куча там брали нук минары лесу нас есть и разные там название этой все не просто так каждому скажем так прикрепленному названию есть факт по поводу прокачки героев так что у нас тут английский сервер сейчас я перейду на свой аккаунт в общем вчера я заснял видосик по поводу нового героя и случайно зашел потом по видосик в этот в конце вы видите после этого я вам его сейчас покажу почему этот герой действительно крутой и почему действительно он на сегодня один из имповых для бездоната просто надо правильно уметь его использовать и вообще понимать что такое чары таланты и как это все работает в общем речь пойдет у нас сегодня о мастере рун к сожалению вот самое плохое почему вот я начал снимать потому что я роли на многих аккаунтах закажу на многие аккаунты подсказываю рассказываю от обновы до обновы у нас все меняется надо перекачивать героев у меня дофига разных обзоров на разные сборки на сегодня она может быть актуально завтра выйдет обновление она не актуальна это нормальное явление для битвы замка я стараюсь всегда найти что посреднее универсальное но к сожалению когда какой-то роли нут начинает выпускать видос я случайно на этот видос попал через группу через баги я зашел посмотрел смотрю там люди начинают писать все это не имба это эта херня вот нахрена вводить заблуждение если ты не знаешь как работает спектр и что такое спектр и ты слепой я специально зашел посмотрел ради этого видео зашел посмотрел три раза спектр сработал и чувак кричит алё ай джи джи это баги то бак у тебя в бак головного мозга просто ну по-другому это не назвать для тех кто не в теме чтобы потом я знаю что много реленобов можете ставить там дизы но я всегда показываю как она есть я вливаю до хрена срез для того чтобы прокачать героя показать его сборку как он будет выглядеть там 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 я дофига тестирую перекачиваю дофига раз герои только тогда я вам рассказываю показываю это все я не говорю вам что качайте именно так он будет тащить я показываю разные сборки и тут сразу же начинается вот трэш сегодня он имба вечером он уже не имба это вся фигня ай джи устроила уже баги я же говорю баг головного мозга просто почему рассказываю показываю я показал вам как убивается бард убивается с помощью франка и не только его благодаря чаре спектр для тех кто не в курсе кто не в теме что такое спектр я сам очень длительное время разбирался а потому что описание у нас одно он у нас нету расшифровки в итоге ребята с а я сам не тоже подсказали очень много было обсуждение в итоге мы дошли все-таки кисти не я вам показал как убить барда теперь я вам покажу что означает спектр и как он работает и для тех кто в танке лучше вот не знаю лучше не заниматься обзорами героя войти просто делать какие-то роллинги без донатов качать это без доната мне советую качать потому что это плохой пример для других без донатов потом заходишь на аккаунт и там просто бред там такие прокачки что просто в шоке и это уже было не один раз поэтому перед тем как качать ребята пересмотрите кучу видосов посмотрите на локациях разные прокачки минимальные максимальные но это просто вот уже трэш и так спектр внимательно читаем блокировка он дает блокировку и удержание что такое блокировка герой не может использовать умение и получать энергию когда такого либо атакует а что это означает у него не работает талант ли если сложно понять объясняю вот конкретно для человека нормальным языком у героя нету постоянного иммунитета и если блокируется талант а он блокируется именно чарой спектр у него не будет нифига работать он просто будет нулевым и если его пробивает на 30 процентов надо орать панику подымать вам его пробивают это херня опять байки нафиг баги это баг головного мозга просто не работает не работает его талант соответственно он просто уязвим к молчанию ко всему остальному его сливают это элементарно видно вот я не знаю сколько надо раз рассказывать тестировать но лучше этого не делать лучше я же говорил что надо делать не снимать ролики по обзорам героя потому что потом многие ребята просто из-за этого забрасывают аккаунты и теряют очень много ресурсов удержание герой не может передвигаться не может атаковать в чем разница между ним и бардом элементарно он дополнительно атакует героев бард не атакует героев то есть бардом можно еще кое-как выжить но он очень похоже барду и реально бездонатный он очень крутой герой это бард 2 и 0 и он действительно оправдывает это почему я сейчас вам просто покажу ну вы видео увидите дальше я вам просто покажу постараюсь найти спектр чтобы для тех кто действительно в танке не понимает что такое спектр вот в данном случае у нас у противника спектра нету у меня нету блокировки у меня героя до 70 процентов сейчас унесут а вот есть блокировка отлично смотрим внимательно смотрите сейчас он ударит и сработает спектр сейчас по нём дамаг 9000 вот спектр сработал не успевает там мелкий лавал наверно посмотрим дальше тут еще не совет против нас вот спектр сработал для мы пошли спектра нету по 4000 пробивают благодаря огненке 9000 это отражалка опять спектр сработал 34 опять отражалка зефир включился отлично спектр включился все все какой нафиг я же закашлялся какой нафиг багли это баг просто головного мозга вот я не знаю теперь новая будет клику хаба головного мозга просто по-другому не называть аллёр лёву чем чем ты занимаешься перестать снимать фигню перестань снимать обзоры лучше вообще ничего не снимали потому что люди реально путаются и многие уже написали что герой фигня герой не фигня герой офигенный просто надо правильно его прокачать и правильно подавать инфу вот и все смысл басни вы можете дальше посмотреть я им бегал свободно вы видите еще видос на битве кельди какие проходил в общем герой по имбовость очень крутой я его ставлю даже на равне с фрей блокировка это такая чара которая блокирует всех и не проблема герои не проблема в каком-то байке просто есть чары которые на сегодня реально просто руинят того же самого барда и многие герои то же самое было я показывал обзор один на один мы ушатали мэри потому что мы не дали ей включить вещи все в общем вот такие вот дела ребят смотрите дальше видос всем приятного просмотра поставили лайк надеюсь вы поняли в чем смысл был и будете правильно использовать этого героя все смотрите видосик дальше всем здарова ребят ну что у нас сегодня очередной тест нового героя уже на максималке он прокачан практически 15 скилл нету новых камней а ну я чей нам не хватает плюс 30 прорыв плюс собран на уклонение плюс новая чара давайте попробуем почему бы и нет на максималке пусть будет такая вот сборка я здесь переролил было у нас уклонение я переставил добавил точности чтобы он еще попадал потому что он очень часто миссает новая чара заодно протестируем что она делает парализует дружественно летающего герой на 2 секунды наносит 170 процентов дамага также повышает скорость атаки и атаку дружественные герои которые находятся рядом но я не знаю это надо будет еще потестировать то есть а так предварительно на тайване смотрел ну как видите просто бешено падает в общем такая вот у нас сборка 10 10 а все-таки стойкость пока оставил не качал огненку но возможно надо будет перекачать попробовать огненка и со вариант с 99 100 все по максимуму что можно мы получили в общем поехали начнем откуда начнем начнем с рейда я вам показал его один на один один на один он выносит героев благодаря своему мнению но если же брать вот такие вот локации как битвы гильдий не факт что он здесь будет тащить как видите ему прилетает космически офигенно хоть у него написано в скиле что он там меньше 70 он будет получать иммунитет к стану к молчанке но это далеко на практике не так почему рассказываю и показываю когда ваш герой так давайте так изначально 700 атаки снимает 100 энергии четырех целей парализует их на 4 секунды цели не могут набрать атаку от нормального на нормально это своей и полученного дамага не получает от хил снимает все негативно все эффекты с дружественных героем непонятно все позитивные негативные увеличивает крит на 56 на 4 секунды кулдаун 6 секунд также наносит 800 атаки вражеским юнитом когда меньше 70 процентов он не может получить больше 9000 дамага и внимательно читаем имеет быстрый набор иммунитет к стану к молчанке то есть если у вашего героя остается больше 70 процентов у него нету иммунитета соответственно когда вы выкидываете героя в бой и он получает молчанку он включится не может сейчас у нас дрога пройдет недомогание как видите работает все остальное работает вот сейчас он получает по 4000 дамага вот 9 когда молчанка 4000 входящий дома то есть такой сборки ну по сути его очень сложно ушатать но если же до этого ему накидут молчанку как вы видели только что перед этим я вам показал и она пройдет и потом еще раз пройдет либо стан его ушатает но в таком варианте герои просто боже честно скажу вот посмотрите внимательно на то насколько он не убиваемый да у него получается 4000 входящий дамаг за счет того что у нас есть огненка которая режет два раза плюс дрогу и в итоге у вас получается что зефир вместо девяти тысяч бьет 4000 это можно еще уменьшить для других других героев но там будут девятки скорее всего вылетать но за счет огненки за счет отражения 4000 4000 входящий домах ну блин нормально я скажу да я скажу очень даже ничего единственное у нас нету отхила в таком варианте то есть тут знаете что было бы хорошо хранитель леса обряд лечения то есть как видите он вроде и дамажит но он не хилится за счет того что у нас лес просто режет негативные ну режет полностью отхил не факт конечно что хранитель леса будет срабатывать но там хоть какой-то шанс он снимет негативные эффекты но две минуты герой простоял конечно благодаря другу который дает еще четыре секунды не уяс но ребят практически три минуты против героев ну я скажу вам так у меня тут даже поражай наверно сольется быстрей вот посмотрите ворожай это там ворожай с уклонами даже выражение спасает видите лист настолько режет отхилл что нереально единственный вариант я думаю что наверное попробовать хранитель леса то вряд ли но пожалуйста вуаля он продержался против топового дамага практически три минуты вот так вот то есть такая сборка тоже реально классная за счет того что здесь увеличенная мой тут и говорил у нас же нету обряда лечения чё я люблю у нас обряда лечение нету у нас и аэршот просто изи ребята если поставить сюда обряд лечения я думаю это будет вообще просто просто кайф такс хорошо если мы уберем вариант возьмем другой если мы уберем дрогу поставим сюда например вот такой вот вариант у нас будет немножко отхила либо рудольфика можно было бы поставить но у нас 4 секунды он будет уязвим я не знаю почему они до сих пор не вот видите молчанка прошла то есть если изначально по ним проходит молчанка его сливают на ура с не работает не огненка нифига не работает но потом если он у вас все-таки включится давай фрейка долби его но один на один то просто анриал вынести я сразу говорю если у него будет хоть чуть-чуть отхила единственный шанс его вынести это когда молчанка проходит изначально так тут у нас миссии идут даже бессмысленно что делать давайте уберем все таки нафиг это уклонение поставим просто рудольфика обычного для бездоната ребят сразу в этот герой очень крутой все зависит еще многое не все а многое зависит от прокачки но можно собрать для бездоната хотя бы даже среднюю прокачку и он будет очень полезным локациях сейчас мы пойдем на пвп локации здесь он соло вот пожалуйста опять та же самая ситуация 70 процентов у него осталось жизни соответственно он получает так получил от хилл стрела сюда но честно скажу она сюда бессмысленно наверно потому что она на этом герой не очень смотрится сюда лучше поставить обряд лечения с ску например как вариант вот 4000 входящий домах правда у нас нет отхила то есть вариант на битву гильдии если вы хотите его использовать для битвы гильдий это ставится обряд лечение часть делаю себя памятку это им бы нету смысла я поспешил сюда ставить новую чару надо было ее не ставить ему она ему бессмысленно был обряд лечения это был лучший вариант так как у нас бы хоть был бы какой-то отхил но мы уже потестируем так а потом я вам покажу его для битвы гильдий сборку то есть такой вариант вполне очень даже ничего еще есть вариант поставить сюда оба тогда надо огненку плюс выживание возможно перекачаем вот такой вот вариант опять же ли сможет все порезать похерить и того же самого рудольфа вы видите молчанка проходит и все его ушат ушатым и то есть тут раз на раз не приходится но если приучиться то вы сами видели у него входящий дамаг будет очень и очень приличный 4000 входящего дамага это конечно я считаю очень круто так собираем обратно нашу огненку идем тестировать дальше его интересно его дальше потестировать посмотреть чаркой конечно у нас такая специфичная поехали посмотрим что он может на подземке это не домашняя сборка домашную сборку ну я тоже думаю бессмысленно собирает лучше собирать сборку такую чтобы он под подольше жил потому что даже его ограничению но не спасет единственный вопрос как она работает когда у него меньше 70 процентов включается скажем так его отражал не отражалка а его этот щит как вариант тоже может быть очень круто но лучше добавить все таки дефо либо жизни да он будет дольше жить ну вот вам пример того что у него умение если больше 70 процентов не работает это очень печально то есть есть нюанс конечно это серьезный нюанс для этого героя но это терпимо если собрать его на жизнь нормальную то есть можно будет без проблем бегать по локации так теперь пошли дальше побежали на аренку смотрим вот молчанка прошла изначально все него за закон три ли у него быстрый набор поэтому забор энергии ему не не так страшны скажем так плюс он просто тупо не тащит заряжаться героем вражеским вот пошли у него иммунитета 9000 но литя хами сайт это конечно противники немножко не моего лавала скажем так зефира получше так что у нас есть вот 9000 4000 и вот пожалуйста он будет держаться пока у него будет хп 20к но видите когда он подхиливается вот тоже есть нюанс если он будет слишком себя быстро хилить на него смогут потом накинуть молчанку то есть он должен всегда держаться плюс-минус 70 процентов и там куча дамагеров куча героев они нифига ему сделать не могут у него ограничения я считаю это реально крутой герой для без доната это что-то интересное и плюс смотрите чем делает он забирает энергию постепенно блокирует их не дает набирать и разбирает по одному один против шести героев это конечно очень круто там еще и фрея есть и мэри есть просто супер как по мне очень отличный герой смотрите блокировка проходит с отхилом судя по всему в общем они его не ушатали хотел были шансы у них очень-очень и должны были по идее это бездонатный герой вот что самое интересное вот опять зефир у нас все добили до нас до определенного момента вот опять молчанка видите зашла молчанка все дальше у нас все идет по 4000 то есть сколько бы они не дамажили больше чем 4000 они не 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 нанесут вот это вот реально плюс то есть по дамагу по входящему урону на сегодня этот герой один из самых игровых но это нереально просто если он еще с уклонениями он просто тупо ушатывает то есть его реально будет сложно пройти он реально некоторых моментах будет не убиваем и то есть для этого рудольфика ставить он снимает негативные эффекты плюс дает отхил у разные вариации и сборки у нас тут просто стоит с параличем один герой то есть такая чара специфическая поехали дальше то есть как видите он реально очень жесткий без преувеличения он реально жесткий на сегодня бездонатный герой только есть нюанс он должен продержаться до 70 процентов как только у него ниже 70 процентов и он не заблочен и все чтоб вы не делали его будет очень сложно убить если сюда поставить еще например священный суд который будет увеличивать отхил плюс поставить собрать его с этим с отхилом то есть либо рудольфа либо взять все-таки сову которая у меня дает уклонение дает отхил каждую секунду то получится очень приличная тема его будет очень сложно убить единственное же говорю момент это когда он будет набирать у вас больше семидесяти процентов если он будет держаться в зоне до семидесяти процентов хп никакие не фрей никто его не учитают то есть это единственный такой нюанс который надо учитывать в остальном ну герой просто я не знаю просто суперский как по мне это один из топовых бездонатный героем на сегодня которого выпустили то есть фрея тоже классная но этот по-своему классный фрея дамагер этот больше такой знаете шкодный дебафер я не знаю он забирает энергию он не дает отхиливаться он парализует что еще надо то есть в этом плане сборка героя реально очень крутая вот только момент этих семидесяти процентов то есть ему надо побольше жизни чтобы его не ушатали за пару тычек и он успел включиться включить свой скилл но против топов это особо спасать не будет да нет он мне сегодня противников хороших лавал лавал немножко не тот о зефир есть отлично поехали посмотрим кстати блокирует зефира либо космонию вот смотрите внимательно то здесь не 30 прорыва но и он бездонатный герой там покруче герои с супер поэтами даже посмотрите что творится все 4000 они нифига сделать не могут но они там миссию герой держится на ура то есть попав на такого героя если на нем будет отхилл немножко и и рудольф например либо опять же сова с уклонением которая тоже будет давать отхилл вы его не пройдете то есть это своего рода бард один в один единственный момент это конечно это молчанка но если получится у вас ее обойти и его не ушатают вот сейчас очень хорошо видно косма пробивает пока нули рудик с саской будет хили там в два раза больше 250 к 250 к они долго будут убивать ему по 4000 по идее я посмотрим пусть подойдет поближе единственное у нас чарка такая специфичная хочу еще потестить но даже в такой сборке я думаю вы видели что героя реально сложно слить если он включается то есть это бездонатный герой это однозначно плюс то есть данном плане я считаю этого героя реально имбово сегодня вот зефир у нас бьет по 90 кану благодаря огненке но я поставил специально стойкость для увеличения жизни так вот у него есть шансы какие-то и в принципе это то же самое что и наверно фрея у нас с стойкостью то есть вы знаете что такое фрея со стойкостью это реально кайфовая тема это из той же самой оперы только мне кажется поинтереснее потому что здесь иммунитет есть а тут сейчас наверное сольют быстро вот смотрите 90 90 вот все пошли по 4000 но вот кайф это реально кайф он просто тупо сейчас не получает молчанку от фоба его бьет дофига героев ему просто пофиг вот внимательно смотрите лис с воодушкой зефир с воодушкой фоба с воодушкой ворожай с воодушкой единственное там чем нас божество и это но эти герои они должны ушатывать но вот пожалуйста это просто не убиваемый герой получается вот так вот весь этом наподобие что-то к зефиру скажем так только мне кажется даже поярче будет плюс он видите блокирует то есть набирает энергию он автопрокер он включается тоже то есть не он не дает им включаться плюсов вы я скажу так очень много вот такой вот ребят герой надеюсь я вам показал его в полном объеме так чтобы вы понимали у нас чара здесь еще не так с хорошей чаркой это просто будет имбалансный герой очередной которого реально будет сложно убить в принципе все пишите комменты ставьте лайки надеюсь вам понравился видос всем удачи всем пока